Приветствую вас, дорогие друзья! Когда владелец этого дома на Мелька-Бастай в Вене, напротив старого здания университета, коммерсант по фамилии Пасквалати, делал себе состояние на торговых и особенно валютных операциях, когда он приобретал меняльную лавку на Кольмаркт, на улице, прямо ведущей к императорской резиденции, к Хофбургу, он и подумать не мог, что в историю, особенно в историю музыки, имя его золотыми буквами будет вписано только потому, что одну из квартир в этом доме, причем далеко не самую дорогую квартиру, он сдавал человеку по фамилии Бетховен. Однако наша сегодняшняя история будет касаться Бетховена не как квартиросъемщика, не как венского классика, не как всемирной знаменитости, а как исполнителя одного весьма необычного музыкального заказа. В принципе, почти каждый третий дом в Вене, построенный, ну так скажем, 200 лет назад и более, обязательно связан с появлениями там Бетховена в качестве исполнителя разных заказов. Ему заказывали или концерты, или званые вечера, или сочинения. Но тут мы ограничимся только одним заказным опусом, 59-м по счету, в списке сочинений Бетховена. Это три его русских квартета. КОНЕЦ Впрочем, подождите. На момент, когда уже закончены, но еще не вышли из печати вот те самые три бетховенских струнных квартета, 7-й, 8-й и 9-й, фа-мажорный, ми-минорный, до-мажорный, с посвящением русскому послу в Вене, графу Андрею Кириловичу Разумовскому, в России он носил графский титул, в Вене его называли иначе, однако и Разумовский, и Бетховен, личности очень в Вене модные и весьма знаменитые. Бетховен действительно модный автор, а еще более модный импровизатор. Его постоянно куда-нибудь зовут, чтобы он усладил собравшихся. Естественно, в богатых домах это одно из непременных развлечений, фортепианные импровизации. Вы не знаете, что вы услышите, но вы уже догадываетесь, что это будет незабываемо и необычайно темпераментно. Гонорары Бетховена, в том числе и издательские, весьма немаленькие. Как раз в тот самый год, когда закончены эти квартеты, 1806, с Муцио Клементи, тем самым пианистом, который в свое время проиграл Моцарту знаменитый поединок при дворе Йозефа II, а поединок проводился, между прочим, между Моцартом и Клементи, для того, чтобы развлечь гостей из России, опять-таки, под именем Князь Северный инкогнито путешествовал по Европе будущий император Павел I. Так вот, с тем самым Муцио Клементи, ныне лондонским издателем, постоянно работающим в Вене и собирающим разные произведения для их успешной коммерческой продажи в Англии, Бетховен заключает договор, где первым пунктом значатся как раз три струнных квартета. И тогда же, ну, может быть, годом позже, между музыкантами в Вене, особенно музыкантами, стоящими у прилавков нотных магазинов. Очень характерны разговоры. Вот ты купил это, да, Бетховен? Только что написанное новое. Ну, старик, это выброшенные деньги. Известно, что при своем появлении эти квартеты в основном вызвали в Вене смех и недоумение. Но вот интересно, на что обращали внимание особенно их первые исполнители и первые слушатели? Меньше всего людей волновал тот факт, что это квартеты русские. Еще меньше факт посвящения графу Разумовскому. И уж совсем мало кто обращал внимание на то, что там действительно использованы подлинные русские темы. Этот факт станет предметом внимания биографов Бетховена гораздо позже. А пока реакции от совсем негативных, ну, автор просто не в себе, вообще понятия не имеет, что пишет, до умеренно негативных. Уж чересчур там много мистики. Все так загадочно, так длинно и непонятно, к чему все это. Характерная история с виолончелистом Бернхардом Ромбергом. Это очень хороший давний друг Бетховена, виолончелист, который, собственно, придумал для всех виолончелистов будущего современный способ игры на этом инструменте, когда инструмент упирают шпилем в пол. Так вот, Ромберг играл как раз первый из этих квартетов фа-мажорный в Москве на одной очень дорогой частной вечеринке у графа Салтыкова незадолго до знаменитого московского пожара 1812 года. И по одним сведениям, он просто очень неодобрительно высказался. Приводятся его слова «Барокко стойк» «Зе шлесть фюдашчелёга шрибен» «Какая глупость! Как неудобно и плохо написано для виолончели». По другим сведениям, Бернхард Ромберг так разошёлся, что топтал ноты, то есть свою собственную квартетную партию он топтал ногами. Как неудобно Бетховен написал для виолончели. Обычно Бетховен на такие упрёки отвечал, ну, тоже в зависимости от собеседника, либо так, «Не волнуют меня эти ваши скрипки, играйте, что вам написали», либо «Уйди, дурак, я с Богом разговариваю». Субтитры создавал DimaTorzok Бетховен и вправду никогда не лез за словом в карман, даже в те времена, когда уже общался исключительно с помощью разговорных тетрадей и ничего не слышал. Но кроме шуток, вот взять действительно эту русскую танцевальную тему, которая с очень неожиданных, причудливых сторон проявляет себя в финале его фа-мажорного квартета, первого из трёх русских. Это совершенно вразрез написано с тем, что было в Вене с самого начала XIX века принято, что считалось приятным, красивым, интересным и увлекательным. И чтобы в этом убедиться, давайте проведём одну неочевидную параллель. Вот был у Бетховена ещё в Бонне, когда он даже не думал, что в Вену переедет, однокашник и одногодка. Звали его Антон Рейха. Дядя этого Антона играл на виолончели в том самом княжеском оркестре в Бонне, в котором Бетховен начинал как альтист. Затем пути их довольно сильно разойдутся. Рейха Антон закончит свою карьеру в Париже. Там он долголетний и знаменитый профессор контрапункта и других точных музыкальных наук в консерватории. Он получит французское гражданство, орден почётного легиона и так далее. Так вот, не так давно голландский виолончелист Аннер Билсман нашёл в Национальной библиотеке Франции в Париже рукописи трёхструнных квинтетов, того самого Антона Рейха. И в одном из них, в ля-мажорном финал, тоже написан на русскую тему. Причём музыка эта создана именно в Вене и в точности в те же самые годы и месяцы, когда Бетховен работает над своими русскими квартетами. Давайте немного пролеснём эту редкую партитуру, просто чтобы убедиться, насколько Бетховен всё целенаправленно делает наоборот. Вот как пишет Рейха. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Но, дорогие друзья, чтобы нам с вами на самом деле понять, что значили эти русские темы, и не только для Бетховена, не столько для Бетховена, а скорее для окружавшей Бетховена венской жизни в 1806 году, как никогда, нервной, напряжённой, мозаичной и двусмысленной, нам придётся обратиться к досье заказчика, господина Разумовского, и особенно к тем главам этого досье, которые Бетховену заведомо не могли быть известны. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вообще-то вся эта более чем трогательная история началась, когда Бетховен ещё ходил пешком под стол. Но, может быть, ему было лет шесть. В Петербурге после неудачных родов умирает великая княгиня Наталья, первая жена наследника российского престола Павла Первого. Буквально на следующий же день после этой тяжкой утраты матушка наследника императрицы Екатерина Алексеевна вызывает к себе сына и предъявляет ему такую, надо вам сказать, довольно-таки объёмистую пачку любовных писем, адресованных только что умершей великой княгине и написанных, знаете кем? Лучшим закадычным другом Павла, которым оказывается, совершенно верно, граф Андрей Разумовский. Разумеется, скандал. Разумеется, Разумовского усылают с глаз долой, из сердца вон подальше, причём не просто усылают, а поручают ему абсолютно гибельную с точки зрения тогдашнего дипломатического расклада сил в Европе работу российского посла в Неаполе. Но неожиданным образом выясняется, что именно вот это счастливое свойство графа Разумовского, которое состоит в том, что коронованные особы почему-то с огромным удовольствием изменяют именно с ним, своим коронованным мужьям, оказывается на пользу российским интересам. Там, конечно же, очередные интрии, и очередные письма, очередные измены, слёзы, склоки, скандалы. Когда Павел I посещает Неаполь, ещё в качестве наследника, а не императора, они чуть было не подрались там с Разумовским на шпагах. Но и это на пользу и карьере Разумовского, и интересам России, как ни странно. Дальше карьера развивается успешнее и успешнее. Он служит в Дании, в Швеции. И, наконец... Бурную адюльтерно-дикламатическую карьеру Андрея Разумовского венчает его назначение в 1792 году русским послом в Вене. Надо сказать, что это удивительное совпадение. В том же самом году, а я напомню, ещё года не прошло после того, как Моцарт умер, в Вену приезжает и Бетховен. Но Бетховен – это всклокоченный 22-летний парнишка с берегов Рейна. А князь, как венцы его называют, фёст Андрей Разумовский – это посол великой державы. Вот, между прочим, здесь стоит и его дворец, построенный ровно в те же самые годы. Ещё одно удивительное совпадение, когда Бетховен по заказу Разумовского пишет свои три русских квартета. 1806-1807 годы. Впрочем, по поводу сказочной щедрости Андрея Кирилловича нам с вами не надо особенно заблуждаться. После его смерти ещё два российских императора будут выплачивать колоссальные астрономические суммы, которые Разумовский задолжает своим венским кредиторам. Но общий срок пребывания Разумовского в Вене фантастически длинён – 44 года. Он доживёт здесь до года премьеры Глинкинской оперы «Жизнь за царя» – до 1836 года. Разумеется, кроме роскошного дворца, его невероятной слабостью, которая вошла в Вене в поговорку, были кареты. Выезд Разумовского – это всегда что-то с чем-то. Кроме того, он финансировал ни больше ни меньше как строительство одного из каменных мостов через Дунай. И именно по этой причине он ещё здесь знаменит. А сестра Андрея Кирилловича, Наталья Кирилловна, в замужестве Загряжская, доводилась, между прочим, близкой родственницей некой Натальи Николаевны Гончаровой. И рассказы о прошлом Екатериненском времени, его блеске и величии, рассказы 90-летней старухи Загряжской, внимательно слушал и даже записывал муж Натальи Николаевны, некто Александр Пушкин. Может быть, это совпадение тоже кое о чём нам скажет. Излишне, конечно же, упоминать о том, что Андрей Кириллович играл на скрипке. Понятно, что это была любительская игра, Бетховен абсолютно не был обязан следовать уровню и качеству его владения скрипкой, что приятно. Излишне упоминать и о том, какая бурная здесь кипела светская жизнь в этом дворце, который потом был продан. Долгое время здесь помещался геологический департамент Австро-Венгерской империи. Теперь здесь Федеральное австрийское министерство культуры, образования и науки. Но факт тот, что Разумовский увековечен ещё и в названии улицы, идущей поперёк в третьем округе Вены, прямо рядом с дворцом, такая длинная, извилистая и красивая, Разумовский, Гасса. Не все знают, кто такой Разумовский, но улицу в Вене знают все. Кроме того, имя Разумовского ещё увековечено и в посвящениях. Он один из двух адресатов посвящения Пятой и Шестой пасторальной симфонии всё того же Бетховена. Среди десятков деятелей культуры, которых Разумовский финансировал, значится, например, и имя Йозефа Гайдена. Довольно крупные суммы платились как бы в виде вознаграждения за выполненный заказ, хотя на самом деле Разумовского гораздо больше интересовали не ноты, которые он получит и обладателем которых он станет по выплате денег, а сам факт того, что можно дать свободу художнику. Такой очень ненавязчивый способ спонсорства, неразумовским придуманный, но уж больно красиво и наглядно он его практиковал. Кроме того, никто ведь не знает обстоятельств заказа, который был дан Бетховену на те самые русские квартеты, квартеты, которые потом стали русскими. Одни говорят, что Бетховена вообще ни о чём не просили, и появление там русских тем – это исключительно добрая воля исполнителя для того, чтобы угодить заказчику. А заказчикам необходимо было поддерживать очень хорошие отношения. С другой стороны, возможно, это и просьба самого Андрея Кирилловича. Но если он о чём-то и просил Бетховена, то явно не вдавался ни в какие подробности и уж, конечно, не диктовал никаких способов развития русских тем. Потому что явно они сами на себя не похожи, и явно ни один русский автор так бы не поступил с ними. Субтитры создавал DimaTorzok А, кстати сказать, до сих пор открытым и спорным является вопрос. Откуда Бетховен вообще взял эти пресловутые русские темы? Ясно, что он не сам их придумал. Ясно, что его абсолютно не интересовало, при каких обстоятельствах они вообще звучат в реальной русской жизни. Но вот, например, если бы сиятельный Андрей Кириллович Разумовский затруднился написанием хотя бы нескольких нот на любом клочке нотной бумаги и таким образом дал Бетховену тему, или хотя бы намекнул, пусть отдалённо, что он желает слышать в заказанных им квартетах, разумеется, для Бетховена этот намёк стал бы законом. Но, по всей видимости, Разумовский этого не сделал, дав Бетховену полную свободу рук. Два наиболее вероятных источника, откуда Бетховен мог эти русские темы взять. Первый вариант – это сборник, составленный Чехом Иваном Прачом. Прач долго и плодотворно работал в России, действительно, с любовью, с интересом, с аппетитом коллекционировал русские народные песни. И Бетховен знал этот сборник. Второй вариант, на него указывает свидетельство Карла Черни, состоит в том, что тогда в Венской всеобщей музыкальной газете очень часто печатались статьи о русской музыке, и Бетховен их читал с большим интересом. Ему было очень любопытно, до какой степени от традиционных среднестатистических европейских представлений о красоте отличается музыка этой далекой страны. Более того, ноты русских песен публиковались в нотных приложениях ко всеобщей музыкальной газете. Бетховен знал эти приложения и многое там отмечал восклицательными знаками. Нет, друзья, конечно, может быть, это все и частности. Но музыка ведь действительно неотделима от той среды, в которой она живет, и тех обстоятельств, в которых она возникает. Вот давайте на минуточку представим себе фантастическую ситуацию. Вы – заказчик трех русских квартетов Бетховена. Вы – Андрей Кириллович Разумовский, русский посол в Вене. Конечно, необходимо поддерживать репутацию, реноме, балы, флирт, интриги, меценатство. Все это очень красиво, но есть же еще и работа, ради которой, собственно, вас сюда прислали. И вот на работе, по дипломатической, собственно, части, у вас положение аховое. Труднее ничего себе нельзя представить. Смотрите сами. Австро-Венгрия и Россия – две союзные державы, которые вместе воюют против Франции. И ее новоиспеченного императора Наполеона Бонапарта. Конечно, очень много обидных слов можно наговорить про этого красиканца, артиллерийского офицера, выскочку, который неожиданно для всех перевернул вверх дном пол Европы. Но, тем не менее, 13 ноября 1805 года наполеоновские войска занимают Вену. 2 декабря того же года наносят сокрушительное поражение союзным войскам Австро-Венгрии и России, кстати сказать, под командованием Михаила Илларионовича Кутузова при Аустерлице. Сейчас это место совсем по-другому называется, находится оно в Чехии, но все равно Аустерлиц – это очень обидный и очень болезненный удар по репутации и той и другой великой державы. Правда, Наполеон покинет Вену 26 января следующего, 1806 года, но все равно перспективы весьма драматичные видятся. В июне 1807 года предстоит Тильзитский мир, который будет заключен сепаратно, как бы по секрету от Австро-Венгрии, с одной стороны Пруссии и России, с другой стороны Франции. Дальше вам предстоит наблюдать очередную Наполеоновскую войну, когда Австрия снова будет бита. В мае 1809 года Наполеон снова войдет в Вену. Затем в марте следующего года он неожиданно для всех женится и будет венчаться в Вене, в соборе святого Штефана, с дочерью австрийского кайзера Франца I Марии Луизой. Дальше вам предстоит наблюдать, кстати, отсюда, из Вены же, войну 12-го года, отечественную. Но все это стоит только за двумя короткими словами в бетховенской партитуре. Русская тема. Вот про эту тему, которая фигурирует в третьей части ми-минорного русского квартета Бетховена, если бы он спросил, ему наверняка сказали бы, что она святочная. И возможно, кстати, что в некоторых местностях России именно в таком качестве она и бытует. Но на самом деле это не просто тема, а судьбоносная для будущей, еще тогда несуществующей русской классической музыки тема. «Уж как на небе солнцу красному слава». Она будет звучать в сцене коронации Бориса у Мусоргского, в Борисе Годунове, в князе Игоре у Бородина. И даже ее тень появится в последней, 27-й симфонии Николая Мисковского, который, кстати сказать, играя ее на рояле, своим ученикам спрашивал, вот не слишком ли австрийский я сочинил маршок. За ровными строчками бетховенских партитур стоит еще очень многое. Это разочарование, потери, из которых, в общем-то, и состоит жизнь. Причем вовсе не только жизнь композитора. Именно на те месяцы, на которые приходится работа Бетховена над тремя русскими квартетами, по заказу Розумовского, приходятся следующие события. В марте 1807 года Бетховен взбешенный, разгневанный, по совершенно необъяснимым причинам выталкивает за дверь своей венской квартиры родного брата Йоханна. Между братьями навсегда рвется контакт. Примерно тогда же умирает другой брат Бетховена, Карл Гаспар. И из-за одной единственной, случайно вкравшейся в текст его завещания двусмысленности, для Бетховена начинается 20-летняя драма, тяжба, скандал, тлеющий, иногда вспыхивающий, который связан с его невесткой и его любимым племянником Карлом. Кроме того, в 1823 году Бетховен получит письмо из Санкт-Петербурга от другого своего русского заказчика, князя Голицына. Но это будут уже другие партитуры и другая история. До встречи! Санкт-Петербурга